В ЕС требуют маркировать контент, созданный искусственным интеллектом. Европейская комиссия хочет, чтобы такие технологические компании как Google, Facebook и TikTok начали обозначать контент, созданный искусственным интеллектом. Это необходимо для того, чтобы помочь пользователям выявлять дезинформацию, об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Яурова, сообщает РБК Украина со ссылкой на политика, отмечается, что в ЕС растет обеспокоенность тем, что такие инструменты искусственного интеллекта, как чат GPT, приведут к увеличению дезинформации в интернете. Требования о борьбе с дезинформацией предусмотрены в новом акте о цифровых услугах, который вступит в силу в конце августа, но Еврокомиссия предлагает ввести маркировку созданного искусственным интеллектом контента уже сейчас. Подписанты, Кодекса ЕС о дезинформации, РЭД, предоставляющие услуги, потенциально могут распространять дезинформацию, созданную искусственным интеллектом, должны в свою очередь внедрить технологии для распознавания такого контента и четко обозначать его для пользователей, сказала Яурова. Она также предлагает, чтобы компании типа Microsoft и Google создали защитные механизмы для своих сервисов с использованием искусственного интеллекта, чтобы ими не пользовались злоумышленники. Большие онлайн-платформы и поисковые системы, как Meta, Twitter и TikTok, должны будут маркировать созданные или измененные изображения, аудио и видео, известные как дипфики, уже к 25 августа в соответствии с актом о цифровых услугах ЕС под угрозой многомиллионных штрафов. Что такое чат-GPT? Чат-GPT – это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный лабораторией Aupin.ai, ранее генеральный директор компании Aupin.ai, разработавший чат-GPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед Комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии, в речи, направленной на решение вопроса, как лучше всего регулировать искусственный интеллект. Глава Microsoft Брэд Смит призвал принять меры, чтобы убедиться, знают ли люди, когда фотография или видео настоящие, а когда созданы искусственным интеллектом, потенциально для подлых целей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.